Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания всем, кто меня сегодня смотрит. Я вам сейчас такое расскажу, вот как говорится, если стоите, то лучше присядьте. И вообще, наверное, слабонервным лучше не смотреть это видео. Речь пойдёт про домашнюю госпитализацию во Франции и наблюдение частной медсестрой на дому. Когда я сказала, что буду забирать маму домой, что нам прикрепили медсестру, которая должна приходить и делать то, то, то. Вот здесь у меня на двух листках расписано, что она должна делать. Мне пришёл комментарий от одной женщины. Она написала, что у неё муж был после инсульта, и ей нужно было выехать на неделю или на две, я точно не помню. И, естественно, за мужем был закреплён медбрат, который должен был, видимо, так же, как и у меня, по списку выполнять свои обязанности. И когда она приехала, муж был не бритый, не мытый, не ухоженный. Ну, в общем, написала на меня, Лиля, готовься. Я тогда ещё, ну, знаете как, после того, что я видела в госпитале, я не говорю про уржанс, а зона тампоны и отделение, где была моя мама, у меня никаких нареканий не было. Потому что она всегда была чистенькая, они пытались её накормить, переводили через гугл-переводчик. Ну, что я могу сказать, если было всё, уход был достойный, нормальный, и никаких ни претензий, ни нареканий у меня ноль, абсолютно не было. И наш опыт, вот сегодня четвёртый день, домашней госпитализации под патронажем двух медсестёр, ну, вернее, как она, то одна приходит, то другая. И когда я увидела то, что, как они ухаживают, я, ну, честно говоря, это даже не шок, это полное непонимание. В Украине, в областном центре, город Сумы, когда у меня мама была после второго инсульта, первый как-то она легче перенесла, второй был более серьёзный, нам прикрепил, когда её выписали, естественно, наблюдает твой семейный доктор. Семейный доктор пришёл, посмотрел, что выписку из больницы и сказал, что вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, выписал мне рецепт. Я пошёл и сказал, что будет прикреплена сиделка, да, сиделка от поликлиники, которая, вернее, работает в больнице, но она будет приходить там первое время, а потом, когда уже не надо, будете сами дальше ухаживать. И будет приходить медсестра. Что было дальше? Где-то через час, как ушёл врач, я вам просто, вы вот сейчас параллель посмотрите, Украина и Франция. Я вот, знаете, я, у меня муж в шоке, потому что он с этим никогда не сталкивался. Я вообще, как я сказала, я ничего не понимаю. Мне позвонила, вот через час доктор дал назначение, выписал рецепт, и мне звонит медсестра. И говорит, вот меня там зовут Анна Васильевна, здравствуйте, здравствуйте, я буду приходить к вашей маме, ставить капельницы, делать уколы и наблюдать, ну, как там давление, температура и так далее. Хорошо, она мне говорит, приготовьте, пожалуйста, купите бахилы, чтобы не, ну, тогда как раз такая погода была, чтобы не разбуваться. Затем мыло должно быть, её, ну, как бы, только для неё полотенце чистое всегда, вату, спирт, шприцы, ну, всё, что надо, препараты и так далее. Систему купите вот такую вот, потому что она лучшая, стойка для системы у вас есть, нет, говорю, нету. Торшера у вас есть, я говорю, торшера нет. Хорошо, если у вас есть возможность, там, автомобиль или приедете на такси, возьмёте в поликлинике, там, подпишите, что, ну, как бы, на временное пользование, потом вернёте назад. Всё ясно, всё понятно. Буду приходить в 10 утра. Дайте, если, ну, мама не может подходить, и там вы, например, не будете, да, я говорю, буду стараться всё время быть там, потому что, ну, куда в таком состоянии человека бросать, я приехала и так далее. Она говорит, ну, всё равно, если есть запасной ключик, дайте от подъезда, чтобы я по домофону как бы не беспокоила. И приходит медсестра, ставит капельницы, уколы, меряет давление, меряет температуру, спрашивает, как стул, как мочеиспускание. Достает у неё вот такой вот, ну, как, ну, да, наверное, лист на каждого пациента, и она записывает. Поставили капельницу, сделали уколы, состояние удовлетворительное, давление такое-то, температура такая-то, проблем со стулом, с мочеиспусканием нет, уходит. Когда пришла сиделка, я говорю, давайте там, ну, надо же перевернуть там, отвезти в ванную, потому что, ну, квартиры у нас, сами знаете, какие там, не хоромы. И даже инвалидного кресла у нас тогда не было, чтобы, ну, нужно было её перемещать там, когда мыли прямо в кровати, когда перемещали. И я говорю, давайте я вам, ну, как-то буду помогать, она, что вы, не мешайте мне работать, это моя задача, это моя работа, это я должна делать, как бы вы дочь, вы там кормите, делайте там, ну, что угодно, но это, это делаю я, не дай бог, что-то не так, вы же не профессионал. Вот такое вот, это бесплатная медсестра из поликлиники по назначению врача и бесплатная сиделка, тоже вот по назначению врача. Конечно, я всегда благодарила что ту, что другую, потому что женщины душевные, адекватные, прекрасно выполняющие свою работу. Здесь, и когда вот приходила что та, что другая, что медсестра, что сиделка, они сразу надевали бахилы, и куда они шли, они шли мыть руки. И теперь рассказываю, как это происходит здесь, во Франции. Пришла медсестра, опоздала, никакого не халата, единственное, что маска была, руки никто не мыл. Принимал ли больной медикаменты, даже вопроса не было. Забрала ордонанс на то, что, ну, как бы это ее работа. Вот это вот дополнительные листочки, где ей из госпиталя написали, что она должна делать. Давление никто не померял, температуру никто не померял. Потом сейчас, ну, из-за вот этого же ковида заставляют уровень кислорода в крови, ну, такое, на палец надевают. Тоже это не было сделано. Я понимаю, что взвешивать, естественно, пока человек не стоит самостоятельно, его никто не будет. Здесь все с этим ясно. У меня, я уже рассказывала об этом, я говорила, что для меня показалось, ну, каким-то таким, ну, необычно непонятным. Потому что она вначале, это вы выбираете время, это, значит, вы там, как вам удобно, когда приходить. Когда я сказала утро и вечер, она да-да-да-да-да, но потом в итоге оказалось утро, это 11 часов, это уже ближе к обеду. Леватерокс принимается сразу после пробуждения натощак. И врачу было написано, что обязательно ранние утренние часы, чтобы она не съела, потому что все медикаменты принимать нельзя. И сначала леватерок, через 40 минут завтрак и остальные медикаменты, что ей же прописали от Паркинсона и витамины, и вот это вот, ну, чтобы тромб рассасывался. Ни одного вопроса к пациенту, что я же могу, я здесь, я могу перевести. Ни как у нее, что наблюдение со стулом, и обязательно было написано, что не только распределить все таблеточки там на неделю, но, в принципе, я это тоже могу делать, но и проследить, чтобы больной это принял, как бы это все написано в вот этом рецепте. Затем идет туалет-комплет. Это значит, когда больной не может самостоятельно мыться, его нужно помыть или в постели, поменять памперс, обработать пролежние. Если в первый день у нас не было этого инвалидного кресла, и я говорю, ну, завтра будет это кресло, и тогда уже, потому что, ну, не доставят. И так, в субботу, это вообще нереально, это нам доставили вот этот вот, ну, на колесиках, как оно, инвалидное кресло. Он говорит, хорошо, ну, тогда вы это будете делать, а я буду наблюдать. Как вы это делаете? Я говорю, ну, вот в таком состоянии, когда ноги вообще, ну, атрофированные мышцы у нас не было. Конечно, мы там ее перемещали, она больше всего лежала, но хорошо. Короче, я тяну мать на себе. Медсестра стоит, разговаривает с сестрой Пьера. Я ее отвела в туалет, посадила, значит, помыть. Она зашла, посадила, все нормально? Я говорю, ну, в принципе, да. Это ее работа, это первый, вот, как в рекомендациях, это первое, что обязательно нужно сделать. Здесь обязательные вещи. Потом, эде, таталь, урипа. Это значит, они должны ее еще кормить полностью. Таталь, это полностью, вот, она должна ее кормить. И даже написано, что питание должно быть все, ну, как пюреобразное. Затем, не только это питание, но еще и давать протеиновые соки, протеиновые вот эти вот. Я сегодня, кстати, пойду забирать соки, я уже забрала. И буду забирать, ну, не как йогурты. И полностью переодевать и одевать. Вот три обязательных пункта, помимо того, что там таблетки, помимо того, что давление и все остальное. За вот эти три дня ни разу не было померяно давление, ни разу не мылись руки. Приходят то в спортивной форме, то, ну, как, в каких-то леггинсах, в каких-то майках. Ни разу не, ну, понимаете, вообще не было даже, я ведь, ну, как, я не врач, я могу там не дать таблетки. Вот, ну, есть же разные люди, невестки, вот, если я не беру вот свою семью, я не беру себя. Но есть вот старики, которые детям, они им, извините, абуза. Они могут забыть, не дать, пойти гулять, пойти на работу, не проследить. Даже не было вопроса, во сколько она принимала эти таблетки, не забыли вы или их дать, как она перенесла эти таблетки. Вот, понимаете, частная медсестра, это частная, это инфермер, либераль, это частная медсестра. И вот, когда я вот сама с этим столкнулась, вы знаете, я не понимаю, как вот оплачивает вот эта социальная страховка и получают они немалые деньги, кто их контролирует. Вот, смысл, смысл, ходит, один раз она вообще не пришла, потом я дала ключи, говорю, что начнется же учебная неделя. Будете приходить, потом мы были в аптеке, ездили в, как она, это в субботу было. Пара аптека, купили памперсы, купили все вот эти пеленки. Я говорю, вы мне скажите, что необходимо, потому что я не знаю, как вы будете, ну, если мыть в кровати, что там, какие-то специальные перчатки. Мы купили одноразовые, ну, вот эти, чтобы для мытья лежачих больных, для обработки пролежней, все-все-все-все. Все, понимаете, ну, абсолютно, вот, это медсестра, это с образованием, это же не просто, это даже не Эдисуанян, это не сиделка. Я бы еще поняла, что, как бы, ну, вот, я там знаю, как там подмыть, помыть, но все остальное я не знаю. Абсолютно. Вчера Артур как раз был возле бабушки, и она то пришла, и с Артуром там что-то разговаривает со мной, а мама, ну, знаете, пациента не я, зачем со мной разговаривать? Ты у меня спроси, что тебя интересует по поводу мамы, по поводу твоего пациента. И вот, вот она реальность, домашний госпиталь. И вот теперь я прекрасно понимаю вот ту женщину, которая была в Уржанске, онкологическая больная, онкобольная. И когда они говорят на домашний стационар, она говорит, нет, я никуда не пойду, мне даже кушать приготовить некому. И медсестра, она же ничего не делает. Я думаю, ну как так, ну как так вот у нас в Украине делает. И думаю, и здесь как это не делает. Ни тонометра нет, ни градусника нет, ничего. Она приходит с ключами от машины и с мобильником. У меня есть тонометр наш, градусник у меня тоже есть. Нету у вас. Ну, как вот ты работаешь? Вот, ну парикмахер приходит и говорит, купите ножницы, купите расческу, фен там, плойку, что там еще, средства для того, чтобы краску, там все вот эти баночки, чтобы там вам все это делать. Или хирург, вот ты идешь на операцию, он тебе говорит, скальпель там номер 4, зажим номер 5. Я вот ничего не понимаю. Даже с тем, что вот у меня все есть, потому что я уже сколько лет за мамой ухаживаю. Ты возьми мой тонометр, померь. Ничего не записывается, понимаете, девочки, что мне вот странно, как они от фонаря ведут вот это вот. И в этом самом, тоже, ну вот в рекомендациях написано, что они каждую неделю должны отправлять рапор. Это, ну, полностью лист о наблюдении семейному врачу и говорить про изменение веса, ходила в туалет, не ходила, и давление, сердце, пульс, все-все-все. Как вот они, они ничего не делают. Как вот они будут отчитываться и что они вот в этих докладах, в этих рапортах своих будут писать. Руки даже не моют. Я вот, я первую говорю, ну что, ну что говорю, как. Время приходят тогда, вот знаете, как это все происходит. Нет определенного времени. Они звонят, вот я там приду через 20 минут. Вот в это время уже все таблетки приняты, уже все сделано. Она пришла, поговорила со мной, ушла. Вечером то же самое. Приходит в то время, вот за что они получают такие деньги. И они не маленькие, понимаете. Если бы это было как-то там 3 копейки, и им, как приходит медсестра, и ты берешь пациента, ты знаешь, что ему нужно делать вот это, вот это, вот это. И у тебя даже нет самых необходимых вещей. Ведь вы же, это частная компания, это частная медицинская. У них же должны быть какие-то вот, ну представьте, вот Пьер пришел там ему заказ на ремонт дома, вот к примеру. И он говорит, так, у вас должна быть там, ну к примеру, дрель, у вас должен быть вот этот, ну чем это мешают там, я не знаю, краску там или еще что-то. Вы должны купить. Ну это нет, это у него своя фирма, у него полностью все есть вот эти инструменты для работы. Или как, вы сами там составьте все, а я приду, только подпишу. Но вот я, вы знаете, я ничего не понимаю. Я уже вчера начала смотреть других, я так обрадовалась, что я так быстро нашла. А мне Пьер говорит, вот это вот и оказалось странным. Может быть они настолько, ну как, в аутсайдерах и там в таких вот, в негативных рейтингах, что их никто не берет, потому что они нифига не делают, простите. И он говорит, я так очень удивился, что как бы ты так раз-два и в тот же самый день ты нашла. Он говорит, я думал, что мы, наверное, на поиски четверг, пятница, суббота, воскресенье, еще и понедельник будем заниматься. В общем, вот так вот, верите, не верите, потому что многие любят, ой, она там рассказывает, я вам рассказываю вот то, что есть. Вот реально то, что есть. Плюс она говорит, что нужна вот эта вот кровать. Я говорю, поймите, мы ожидаем, она будет, но это не так, что раз и два. За 10 тысяч ее доставят сегодня, но 10 тысяч, если она, и она не возмещается эти 10 тысяч. Хотите, купите, я не могу. Вот, ну, я не могу, у меня нет 10 тысяч, вот так вот. Плюс доктор, что сказал врач, что мы назначили ей кино, и там пять различных уровней, как гимнастика, зарядка, дыхательная гимнастика будет. И он говорит, вы поймите, если мы ее положим, и вот она, значит, будет просто лежать, это вашей маме хана. Это уже все лежачий до конца дней. У нее есть перспектива начать двигаться. Пусть она будет ходить медленно, пусть она, ну, на длительное там расстояние будете продлять вот этот рецепт на инвалидное кресло. Как бы здесь очень много пожилых людей, будет лучше ходить, будет ходить с ходунками. Но если мы сейчас вот ее положим на вот эту кровать, сразу вот это его мнение, это для удобства вашего, для удобства там медсестер, но он говорит, это минус для пациента. Она не парализована. И при занятиях с кинезотерапевтом, ну, этот мануальный терапевт, или как он называется, ну, да, ну, кине, он здесь сокращенно. У нее, говорит, есть все шансы начать нормально двигаться. Да, в первое время будет тяжеловато, но у нее все шансы есть. И если вы, говорит, вот так вот положите, и все это будет происходить, просто у человека психологически, что все, он уже списан и как бы лежит и туда и сюда. Плюс к тому, что вот и мы, она старается повернуться, и мы помогаем, переворачиваем, чтобы все эти пролежни тоже, все пролежни обрабатываю я. А, вот, девчонки, огромное спасибо за то, что это мы про шампунь, про спирт написали. Плюс я все вот эти вот кремы купила, все масла купила. И это их работа, они должны обрабатывать. Это я не медсестра, это ее работа, у нее вот здесь вот написано. Помыть, поменять, обработать, приклеить вот этот пластырь и намазать, это ее работа. Или даже у кого памперса нет, снять, извините, нижнее белье и обработать. Ну, это то же самое, что вот она будет наблюдать. Ну, вы делаете, а я, говорит, буду наблюдать. И стоит с Алиной, бля-бля-бля-бля. Ладно, девочки, вот такая вот у нас на сегодняшний день ситуация. Но я упрямая, я же не сдамся. Для меня это моя мама, и для меня это моя обязанность ухаживать за ней. И я делаю все, что я могу. Но, к примеру, вот такие вещи, которые должны делать они, и они наблюдают за тем, как делаю я. Не написано, что родственник должен делать, а медсестра наблюдать. Обработка ран, я считаю, это уже не моя задача и составление всех. Тем более написано, что график должен быть составлен. Но ничего. Решим и эту проблему. Просто спрашивайте, и я с вами делюсь откровенно, как вот частные медсёстры работают во Франции. Всё, мои хорошие. Желаю всем здоровья. Желаю всем оптимизма. Не сдаваться. Мирного неба. И всего самого-самого доброго. Конечно же, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»